День с толком 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 Случилось ли это после какого-то специального разговора с начальством Неизвестно А первые результаты проверки комиссии Минздрава, по словам министра, должны озвучить на следующей неделе Анастасия Драган, Андрей Печеркин, День с толком А теперь свежие данные статистики Стало известно, что за сутки в регионе скончались 4 пациента с диагнозом COVID-19 Всего же за время пандемии в крае умерли 49 человек, у которых был выявлен коронавирус За прошедшие сутки заболели еще 75 жителей Общее число инфицированных в регионе к сегодняшнему дню составило 3153 человека Несмотря на такую статистику, уже с 1 июля стартует первый сезон в детских оздоровительных лагерях края Почти 13 тысяч путевок родители уже купили Каким будет детский отдых в этом году, узнаем далее На календаре уже почти середина июня Обычно в это время в детских лагерях к завершению подходит первая летняя смена В этом году открытие оздоровительного сезона отложили на целый месяц 1 июля запланирован первый заезд, но отдых прежним не будет Регулярное измерение температуры и дезинфекция рук станет привычкой Вот маски, перчатки, это средства для обработки рук Это рециркуляторы, которые мощные под новым требованиям для COVID Все закупается, все будет в норме В корпусах занимаются, если можно так сказать, перепланировкой Теперь дотянуться рукой до соседа лежа на подушке не получится Между спальными местами полтора метра Видите, здесь кровать двухэтажная И второй этаж не будет использоваться Этим летом весь отдых и быт детей на безопасном расстоянии Вот, например, столы в столовой установлены подальше друг от друга При этом меню не изменится Кормить обещают как прежде вкусно и сытно Но дополнительного десерта в виде сладости от родителей получить не удастся Запретили родительские дни Но плюс в том, что 14 дней смена Я думаю, каждый родитель сможет потерпеть 14 дней Это не 21 день Связь с детьми будет обязательно То есть онлайн-трансляции будут ежедневные Проходить и в Инстаграм, и ВКонтакте Плюс видеосвязь с ребенком По желанию там ежедневно или как по часам Связь мобильная с вожатыми К слову о вожатых Необычным это лето стало и для них Привычные формы работы с детьми пришлось своего рода модернизировать Активные игры будут Но опять же с соблюдением дистанции Не отменили и, пожалуй, самое главное мероприятие Дискотеку Вот только пока трудно представить Как будет выглядеть медленный танец на расстоянии Но взрослые уверяют, продумано все Где-то это будут баттлы Когда отряд с отрядом будет общаться при помощи различных новых технологий Где-то это будут мероприятия в малых группах Вожатым тоже придется мириться с ограничениями Ведь в привычной жизни они большая дружная семья Вот и сегодня собрались в тесном кругу Правда, по нашей просьбе До этого все рабочие моменты обсуждали в социальных сетях или по видеосвязи Подготовка к летнему сезону идет с февраля В приоритете уличные игры Мы привыкли, вот мы не представляем лето без детей Лето без третьего трудового, лето друг без друга Потому что все равно ты, когда находишься в отряде Это же твои друзья, как говорится Лучший друг – это друг из отряда Лучшие друзья встретятся уже 1 июля Все лагеря, их в край 890, к приему детей готовы Запланировано 4 сезона Хотя и будут они на неделю короче обычного Елена Кузовкина, Евгения Величкина, Алексей Фризин День с толком Следующая новость должна обрадовать киноманов В Барнауле могут заработать кинотеатры Уже с середины июля По крайней мере на это очень рассчитывают кинопрокатчики Об открытии кинозалов недавно заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко Это связано с тем, что некоторые регионы страны прошли пик эпидемии коронавируса По крайней мере такова информация от официальных лиц Поэтому регионы будут сами принимать решение открывать кинотеатры или нет Продолжит Ирина Корчагина Непривычно пустой зал, будто другая реальность Которая как кино в жанре хоррор происходит не с нами Обычно в этот кинотеатр каждый день приходили по 2000 зрителей Последний сеанс здесь прошел еще 27 марта Если малый и средний бизнес уже начинают постепенно оживать То владельцы кинотеатров несут колоссальные убытки При этом они готовы соблюдать все меры безопасности для своих гостей Например, продавать билеты в шахматном порядке Представим ситуацию, что я пришла в кино со своим воображаемым другом, который присаживается в это кресло Это значит, что никто из зрителей уже не может занять ни эти два места, ни эти два места Соответственно, пустыми должны остаться два кресла спереди нас и два кресла сзади Члены семьи, пара и друзья могут сидеть вместе, даже втроем Если в зале 250 мест, то в первое время в него будут запускать не более 50 человек Между сеансами мы увеличили время до 30 минут Чтобы у нас была возможность обработать все подлокотники Продезинфицировать все Также вентиляция у нас настроена таким образом, что обратно воздух сюда уже не поступает Можно покупать билеты онлайн Также проходить в зал, отсканировав билет и минимизировав тем контакты В былые времена каждую неделю в прокат выходили примерно 5 новых фильмов За несколько месяцев мы уже пропустили такие премьеры, как «Мулан», «Форсаж 9», «Кролик Питер 2», «Черная вдова», «Новые мутанты» и много других Сейчас кинопрокатчики всей страны ждут окончательное решение от Роспотребнадзора Пока открытие залов намечено на середину июля Если все будет хорошо, то барнаульские кинотеатры тоже начнут свою работу Что будет с фильмами, которые уже готовились к прокату? Все фильмы, конечно же, перенесены и осенью, и 2021 год Очень много премьер ушло на следующий год Но каждый день у нас все меняется Многие премьеры перенесены, потому что правообладателям невыгодно крутить сейчас премьеры в полупустых залах Даже если на такие условия согласны кинопрокатчики И все же нет сомнений, что когда кинотеатры откроют Нас ждет много премьеры хороших фильмов, которые уже запылились на полках и ждут своих зрителей Ирина Корчегина, Николай Шелко, День с толком До этого события еще год, но точно известно, что Кубку мира 2021 года по гребле быть Несмотря на пандемию, барнаул продолжает готовиться к стартам, которые намечены на следующий год Более того, эксперты уверены, проведение соревнований такого высокого уровня Может открыть барнаул для всего мира не только со спортивной, но и с туристической точки зрения Подробности у Ильи Кочеткова 2018 год, Кубок чемпионов по гребле Десятки спортсменов, в том числе из-за рубежа О том, что в Барнауле есть канал, идеально подходящий для тренировок, многие гребцы знали давно Но провести на таком высоком уровне международные состязания – достижение особое Барнаул смог себя показать во всей красе Итог, именно барнаульский гребной выбран для проведения Кубка мира Который пройдет с 20 по 23 мая 2021 года Для нас, конечно, очень важно, что Кубок мира 2021 года по гребле будет проходить именно в Барнауле Потому что это действительно были огромные усилия Мы знаем, сколько стран принимало участие, чтобы им забрать этот кубок себе Но даже могу сказать, что Копенгаген, у которого 100-летие будут гребли, но они проиграли нам Это тоже очень хороший знак Особая честь на Кубке разыграют шесть путевок на Олимпиаду в Токио Эксперты уверены, событие принесет нашему городу и краю огромные имиджевые плюсы в мировом масштабе Если 50 стран приедут и узнают, что есть Россия, что есть город Барнаул, Алтайский край Это супер, это событие мирового уровня И не каждый город за всю свою историю существования, даже в России у нас Он подобных, например, мероприятий многие города и не видели Также у Кубка огромный экономический потенциал Приедет много гостей в наш регион Это будут и наши соотечественники, это будут международные иностранцы И здесь они будут представлять, как и зрители и болельщики увидят уже наш край И станут потенциальными туристами и будут рассказывать о нашем крае Но в ту же очередь из них могут быть и потенциальные инвесторы Которые посмотрят и увидят, и придумают какие-то проекты Сейчас на Гребном канале снова занимаются спортсмены Из-за ограничительных мер тренировки на открытой воде возобновились недавно А вот строительным работам коронавирус не помешал Уже в этом году здесь планируют завершить обводную часть водной трассы Появятся дополнительные парковки, дороги и прочее На другой стороне канала построят зрительские трибуны на 3000 мест Спортивные чиновники уверены, еще до начала Кубка объект привлечет спортсменов со всего мира Любые старты, которые будут проходить в Азиатско-Тихоокеанском бассейне Здесь будут проходить подготовку Я уверен, что сюда многие сборные команды перед Токио приедут на учебно-тренировочные сборы какие-то Какие-то старты, которые в Азии будут проходить Крупные старты здесь тоже можно будет Но не спортом единым Окрестную территорию планируют превратить в полноценную зону отдыха Которой до сих пор не было у Барнаула Там напрашивается пляж, там напрашивается рыбалка, там напрашиваются отельчики, там напрашиваются ресторанчики И вопрос транспортной доступности в мост в 2021 году в любом случае отремонтируют, запустят Ну, 20 минут от Октябрьской площади Кроме того, к началу Кубка рядом появится железнодорожная остановка И, скорее всего, причал для водного транспорта Наши эксперты говорят, для Барнаула и Края кубок – это как Олимпиада в Сочи для России Явление судьбоносное И необходимо провести его на самом высоком уровне А для этого есть все возможности Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком Поиск наркотиков и взрывчатки, задержание преступников В это воскресенье кинологи и их четвероногие напарники отмечают профессиональный праздник Как из обычных щенков получаются профессиональные Шерлоки Холмсы, узнавала Валентина Аскерова На страже порядка служебная овчарка Вооруженного преступника, якобы сбежавшего из колонии, задерживает за секунды Но злоумышленник, естественно, так просто не сдается Четвероногому смельчаку нет и года, зовут Хасан В переводе с арабского – красивый, мужественный Месячным щенком его взял на воспитание кинолог Станислав Ясинка Вместе почти круглые сутки – тренировки, общения и служебные задания В месяц я его купил, воспитал и как бы уже как двое детей у меня это как третий мой Поэтому все по нему видно, он жалуется, приходит иногда и спаскуливает, если что-то его тревожит А в вольере сидит для него мука, поэтому работа у него как бы как праздник Мы еженедельно с ним выезжаем, работаем, делаем закладки Учебные, слава богу, пока что боевых не было Задержание, работа по следу, обыск транспорта, здание, а также поиск взрывчатых и наркотических веществ Собачий нюх в несколько тысяч раз превышает человеческий, сейчас проверим Да, молодец Самое основное, то что еще ни один прибор, изобретенный учеными, он не смог заменить собаку Этот пес по кличке Белый настоящий герой Не так давно, во время обхода, прилегающей территории лечебно-исправительного учреждения учил крупную партию наркотиков У Белого, рассказывает его напарник Данил, нет недостатков, а вот любви сыщик требует много Он ведет себя абсолютно спокойно при выполнении своей работы Почему кинология? Рядом Спасибо Кинология, пошел по стопам отца В Алтайском Уфсин в вольерах воспитывают и дрессируют свыше ста собак Каждый день четвероногие ждут, когда щелкнет усов и любимый голос, как в известном фильме с Юрием Никулиным, позовет ко мне Мухтар Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, День с толком В Барнауле выберут лучшего борца за чистоту Соревнования по очистке города от мусора проходят до 30 июня Принять участие может каждый неравнодушный, в одиночку или с семьей Для этого необходимо собрать мусор в своем дворе, на природе или по дороге на работу Сделать фото и опубликовать в социальной сети По итогам конкурса 5 июля пройдет онлайн-награждение, где отметят самых активных Это очень хороший повод для того, чтобы у кого есть маленькие дети или большая семья Собраться всей семьей и не просто приехать на пикник, а еще сделать что-то полезное Убрать территорию, где вы обычно отдыхаете от мусора К слову, многие барнаульцы уже присоединились к акции И если вы увидите на улицах города необычного клоуна, который собирает мусор Не удивляйтесь, такими способами активисты привлекают внимание Призывают горожан присоединиться, сделать город чище А на этом у меня все Далее о погоде Спонсор прогноза компания Эвалар До встречи Субтитры создавал DimaTorzok